Бежит аж, как знаете, что на улице, что у меня дом. Кульжавнар Хасанова живет в самом проблемном доме научного городка. Говорит, сначала бежал потолок на кухне, потом спальне, зале. Свет пропал 6 лет назад, а сам дом разрушался на глазах. Несколько лет жители просили о капремонте управляющую компанию. Когда протекать стал уже первый этаж, люди обратились к властям. И благодаря общим усилиям этим летом сроки ремонта удалось сдвинуть. Сроки гораздо позднее были. Администрация города поддержала нас на начальном этапе. Был перенесен срок на 23-й год. Но то, в каком состоянии находился дом, мы боялись, что не достоит и до 23-го года. И вот удалось всем, ну так прям за столом переговоров, неоднократно такие вот, скажем, этапы были переговоров, достичь договоренности. И подрядчик зашел уже сейчас. По словам властей, это уникальный случай, когда активность жителей, планомерные усилия депутатов и чиновников и переговоры с региональным оператором фонда капремонта сдвинули сроки настолько существенно, практически на 5 лет. Сейчас на доме перекладывают карниз фасада, после этого должны начать стяжку и монтаж кровли. Все работы ведут по краевой программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Лед тронулся, я рада. Сейчас у меня там прекрасно. Душа даже радуется. Контроль есть, но ребятам мы довольны. Чтоб погода стояла. И все, самое главное. Подрядчик зашел на объект в середине июля, а закончить работу должен за 90 дней. Если даже какие-то точки напряжения будут возникать, совместно их будем решать. И я думаю, что в сентябре месяце дом будет капитально отремонтирован. К слову, проблема капремонта – одна из острых в научном городке. Весь комплекс появился в одно время, так что и проблемы у домов схожи. Для общего решения нужно сдвигать сроки ремонта, но вместе с тем и убеждать жильцов участвовать в программе. Эти жители уже поняли, что общие усилия не напрасны. Кстати, на контроле у властей и соседние дома. Строители зашли еще в две многоэтажки. Анастасия Драган, День с толком.